Бесмилляхи и рахмани и рахим Алхамду лиллахи и рамбин аламин Вассалату вассалам аля Расулина и Набийна Мухаммаду аля Алейхи и Асхабахи и Ажмагин Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху Курмета мухтарам агаин мусульмандар Сегодня мы продолжаем нашу работу по Тафсиру со священным Кораном По труду известного ученого имама Зухайли Опять скажу, эта книга называется Тафсиру Мунир Фи Акида Уашари Уаманхач Мы уже несколько лекций прочитали по тому, что собой значит сура Фатиха Какие значения, какие мы берем уроки с этой суры Сегодня я подготовил, хочу вам рассказать о том, что говорит имам Зухайли По поводу двух слов, которые есть, значит, или изречений, да, которые есть в священном Коране Первое это аста-изу-биля и второе это бисмилляхи рахмани рахим Если говорить о том, что мусульмане, когда начинают читать священный Коран То нужно отметить, что мы должны знать, что чтение Корана, его изучение Это тоже является поклонением Всевышнему Аллаху Изучение Корана это изучение слов Всевышнего Аллаха Поэтому у нас обязательно должно быть омовение Как полное, так и малое Мы должны, значит, с уважением, с участием, от чистого сердца изучать Коран, его аяты Если есть возможность, читать его комментарии, тафсиры, мнения многих ученых По некоторым вопросам или аспектам, которые есть в священном Коране Если мусульманин научится в этой жизни, значит, находить время Изучать Коран, изучать хадисы пророка Мухаммада, алейхиссалям А также читать те книги, которые оставили после себя ученые ислама То такой мусульманин, он будет близок к Всевышнему Аллаху Потому что у него будут знания ислама И он будет знать, значит, основные аспекты религии и им соответствовать Когда человек начинает читать Коран То многие ученые говорят о том, что нужно обязательно обращаться к Всевышнему Аллаху с молитвой И эта молитва называется аста-изу билля То есть аузу билляхи мина шайтони раджим Если в других случаях эту молитву мы читаем для того, чтобы оберегаться от наущений дьявола шайтана То в данный момент мы это должны делать для того, чтобы защищаться от него Защищаться Всевышним Аллахом при чтении Корана или его изучении Имам Зухайли, значит, в Священном Куране в Тасире Он дает в первую очередь, значит, здесь объяснение этому, значит, изречению Здесь говорится о том, что человек, когда говорит аузу билляхи мина шайтони раджим Он, значит, приближается к Всевышнему Аллаху Просит у него защиты от проклятого, побиваемого камнями дьявола шайтана И если человек это будет делать, то ему будет польза как в его религии фидии, а в дуния, так и в его мирской жизни Поэтому мы, значит, говоря это слово, мы должны понимать, что это означает Аузу — это глагол арабского языка, что в переводе означает «я прибегаю» Или я ищу защиты, или я полностью полагаюсь На кого? Билляхи, на Всевышнего Аллаха Кто умеет это делать из числа мусульман, пусть в радости, пусть в горе То такой человек не пропадет, потому что Всевышний Аллах видит его набоженность Он всегда может, значит, обращаться к Всевышнему Аллаху Не забывает его в радости и не забывает, когда ему тяжело в горе Таким мусульманинам, значит, Всевышний Аллах, конечно, будет доволен и будет рядом с ними Следующий — Мина Шаитон Значит, слово Шаитон, имам Зухаили здесь говорит и объясняет, значит, таким образом Это имя, которое дано Иблису Который, значит, своими поступками, своими внутренними качествами был против Бога И слово Шаитон, это, значит, его в переводе может означать тот, который, значит, отдаляется от истины Отдаляется от, значит, поклонения Всевышнему Аллаху Тот, который не хочет совершать добрые дела Как вот здесь вот имам Зухаили говорит Здесь говорится о том, что отдаляет от истины А также совершение добрых, благих поступков И наоборот, да? Он приближается к тому, чтобы совершать зло Чтобы противоречить Всевышнему Чтобы совершать такие поступки Которыми Аллах недоволен И вот, чтобы не быть с ним вместе Чтобы от него оберегаться Чтобы надеяться на милость Аллаха Мусульманин вооружился этой молитвой И его этому, конечно, научил сам Всевышний Аллах Также здесь есть такое слово, как Раджим Мина шейтони Раджим Раджим — это уже как сифат И здесь говорится о том, что он не просто шаятым А он еще является Раджим Проклятый или побиваемый камнями Или отдаленный от милости и милосердия Всевышнего Аллаха Поэтому, когда мы, значит, совершаем эту молитву Мы его читаем в полной мере Говоря следующее Аузу билляхи мина шейтони Раджим Эту дуа нужно читать, когда мы начинаем читать Куран Или начинаем читать Суру Фатиха И здесь имам Сухайли приводит хороший долель Доказаться в пользу того, что когда мусульмане начинают читать Куран Они должны, значит, читать следующее Как слово о предложении Оставай за аузу билляхи мина шейтони Раджим Здесь, значит, есть следующее Амар Аллаху субхан Аллах би истиаза инда ауаль кули телеватили Куран Значит, Всевышний Аллах обязывает мусульман Совершать эту молитву Аузу билляхи мина шейтони Раджим При чтении Курана Когда мы начинаем Куран читать Мы берем омовение, берем книгу, Куран Открываем и начинаем его читать И вот когда начинаем, мы, значит, читаем это дуа И вот в сурате Нахаль В 17 аяте Всевышний Аллах говорит Вот это вот основное доказательство слова Всевышнего Аллаха Где он говорит о том А если вы читаете Куран То обязательно сделайте истиаз То есть обращайтесь к Аллаху От кого? От шейтона Раджим Поэтому мы, мусульмане, значит, не оставляем эту молитву И его читаем Здесь нужно сказать Что когда человек говорит Аузу билляхи мина шейтони Раджим То этим самым он отдаляется Отдаляется от дьявола И дьявол от него отдаляется Он отдаляется от зла Он отдаляется от неверия От грехов и так далее Потому что Всевышний Аллах Его оберегает от наущения Здесь, как говорится Истиазат Иля джан ли шейтони То есть Слово истиаза Или это изречение Защищает мусульманина От наущения дьявола шейтана И джинов Поэтому мы должны говорить Аузу билляхи мина шейтони Раджим В первую очередь Когда мы начинаем читать Куран И дальше Когда мы порой остаемся Одни И хотим, чтобы Аллах был с нами И нас оберегал Далее можно привести Хадисы Пророка Мухаммада Алейхиусалям Который, значит, имам Зухайли Посчитал нужным И добавил в свою книгу Валихазе амра фис-сунна Значит, что говорится Об этом в сунне Пророка Мухаммада Алейхиусалям Вараде ан аби сагид худри Ваннаби И здесь, значит, приводится Хадис от сагид Худри Аби сагид худри Что пророк Мухаммад Алейхиусалям Значит, делал следующее Когда пророк Мухаммад Алейхиусалям Вставал на намаз Он обязательно совершал Молитву из тифтах Сумма я улю аузу билляхи Сами уль-алим Мина шейтон ю-раджим И здесь, значит, Абу сагид худри Говорит, что пророк Мухаммад Алейхиусалям Говорил и обращался к Аллаху Искал у него в первую очередь защиту От дьявола, шайтана И говорил следующее Аузу билляхи Самию на лим Мина шейтон ю-раджим Или же Аузу билляхи Мина шейтон ю-раджим Этот хадис Значит, приводит Имам Ахмад И имам Аль-Тирмизи Следующее Также можно сказать Ва-куля ибн Мунзир Был такой ученый, знаете Ваджаа ан-наби салалуу алейхиусалям Фима рауаха ибн Масхуд Также говорится, что об этом говорил Абдулла ибн Масхуд Известный из подвижных пророка Мухаммада Алейхиусалям Ан-нафыкана якулю кубля кира'а Мы видели, значит, что пророк Мухаммад Алейхиусалям Читал Аузу билляхи Мина шейтон ю-раджим Перед тем, как начинал читать Либо кира'ат Это имеется ввиду Коран Либо кира'ат Это чтение Корана Суру-фатиха в намазе Далее говорится Следующее Это значит, слова Имам Аз-Зухайли Основное, значит, то, что говорят ученые По этому вопросу Я вам здесь привел Говорит имам Аз-Зухайли И здесь, значит, говорится о том Что когда мы начинаем читать Слова Всевышнего Аллаха О Священном Куране То мы, конечно же, должны Это молитву В первую очередь прочитать Молитву Аузу Билляхи Мина шейтон ю-раджим И далее Бисмилляхи Рахмани Рахим Следующий момент Следующий момент Связанный, значит, с этой молитвой Непосредственно Мы, значит, должны ли его читать в намазе Или не должны его читать в намазе По этому вопросу Имам Аз-Зухайли Он приводит мнение Четырех, значит, уважаемых имамов Имамов четырех масхабов И, конечно, мы будем обращать внимание на то Что говорит имам Абу Ханифа И его ученики Но здесь для интереса Мы приведем следующее Что говорит сам имам Аз-Зухайли По отношению тому Какой вердикт И какой, значит, канун шариата Есть в четырех масхабах Здесь, значит, мнение Многих ученых Джунхур Аль-Гулама В том, что при чтении Корана То есть вне намазе Когда мы берем Коран И начинаем его читать То, значит, изречения То мы можем его читать И этот посылок читается Мандуб Мандуб Это такой поступок Что желательно делать Его, значит, считают Приближенным к малому сумме Пророка Мухаммада Алейхиссалям Следующее Если это касается намаза То здесь имам Аз-Зухайли Говорит То, что есть в намазе И, значит, перечисляет Мнение Четырех имамов Первое Это имам Малик Имам Малик Он не призывает Читать это в молитве И говорит Он говорит Он говорит Что в намазе Эти молитвы Можно не совершать Дает Более такой Облегченный вариант Имам Малик И далее он уточняет Иля фиқяму рамазан Он говорит Единственное Касается Значит, месяца рамазан Когда все-таки Эти молитвы Нужно совершать В намазе И здесь приводится Значит, также Хадис Хадис Достоверный Хадис Который приводится От Имам Бухари Имам Муслим Вы знаете Что если Мы называем Имена таких Хадисов Ученых Как имам Бухари Или имам Муслим То этот Хадис Достоверный И ему нужно Подчиняться Его нужно слушать То здесь В этом хадисе От Анаса Говорится Анна Наби Салалуу Алейхи Васалям Ва Абу Бакар Ва Умар Кану Яфтатаху Насуля Бил Хамдиллях Рабил Алями Здесь Значит Говорится О том Что Пророк Мухаммад Салалу Алейхи Васалям Абу Бакар Умар Они Значит Делали Ифтитах Начинали Свой намаз В месяц Рамазан И здесь Значит Уточняют Что они Не оставляли Эти две молитвы Ханафийского Масхава Ятавузу Фи Рикагату Ауалю Факат Значит Здесь Приводится Мнение Значит Нашего Ученого Имама Ахзам Абу Ханифа В том Что он Говорит Когда мы Начинаем Читать Намаз Именно В первом Рикагате После Молитвы Ифтитах Субхана Каллахума Бихамдика Мы Читаем Аузу Билляхи Мина Шайтона Раджиим Бисмилляхи Рахмани Рахм Бирисуры Фатиха И эту Молитву Значит Ученые Ханафийского Масхава Говорят Что нужно Делать Только В первом Рикагате Независимость Это Фарас Намаз Это Сунна Намаз Или Это Какой-то Дополнительный Нафиль Намаз Если Вы Значит Сделали Тагбир Начали Свою Молитву То После Ифтитах Вы Должны Сделать Молитву Аузу Билляхи Мина Шайтона Раджиим Бисмилляхи Рахмани Рахим Это Значит Мнение Ученых Ханафийского Масхава Также Значит Имам Зухаили Для интереса Мы Добавим Что Думали Об этом Ученые Значит Шафийского Масхава И Ханбалитского Масхава То Здесь Говорится О том Аннаху Ясуну Таузу Сиран Фи Ауэль Кулю Рикага Кобля Кхира То Ученые Этих Дух Масхавов Говорят Что Значит Молитву Таузу Нужно Совершать Сиран Сиран Это Означает Значит Про себя И Говорят Что Надо Его Совершать Фи Ауэль Кулю Рикага То 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 Кажем Значит Суре Фатиха Во время Каждого Рикагата И Вот Здесь Мы Придерживаемся Мнения Ханафийского Масхава В том Что Когда Мы Начинаем Намаз То Намаз Это Молитву Мы Значит Делаем Про себя Читаем Аузу Билляхи Мина Шайтона Раджи Потом Читаем Бисмилляхи Рахмани Рахим Опять Про себя И Потом Суру Фатиха И Значит Не В зависимости Намаз Наш Читается Вслух Или Про себя Суру Фатиха Дополнительный Аят Мы Значит Эти две Молитвы Читаем Про себя Вот Потому Что В Ханафийском Масхаве Ученые Говорят Все молитвы Читаются Про себя И Здесь И Имеются Такие Молитвы Как Аузу Билляхи Наш Шайтоне Раджим Потом Бисмилляхи Рахмани Рахим Потом Слава Амин Потом Ат-Тахия Цалават Вот Эти все Молитвы Они Знать В Ханафийском Масхаве Совершаются Про себя И В заключении Значит Нужно Сказать Что Многие Ученые Высказались По мнению Этой Молитвы Следующим Образом Аджма Уляма Аля Антаузу Лейса Минал Кур'ан Валя Ая Минух Если Значит Перевести То Что Сказал Здесь Имам Зухайли По отношению Мнений Ученых Исламского Мира То Мы Узнаем Следующее Что Вот Это Изречение Аузу Билляхи Минашей Туни Раджим Она Не Является Из Корана Это Молитва Не Из Корана И Не Является Аятом Священного Корана Поэтому Мы Когда Говорим Аузу Биллях Мина Шейтон Раджим Мы Должны Сказать Что Эта Молитва Она Нам Учет Тому Чтобы Мы Обращались К Всевышнему Аллаху Оберегаясь От Научения Дьявола Шайтана И Этому Конечно Вот Как Было Сказано Выше Мы Привели Далели Те Далели Которые Нам Показывают Ученые Муфасир Мухандис Факих Имам Зухайли Это Священном Куране И Священной Суне Пророка Мухаммада Алейхи Салям Значит Сегодня Мы Успели Именно За Эту Молитву Вам Рассказать За Полчаса Нашего Поступления Перед вами Я Надеюсь Что Она Принесет Пользу И Откроет Значит То Чего Мы Раньше Не знали Следующее Значит Наше Выступление Мы Еще Связанной Сурой Фатиха Немножко Поговорим О Бисмилляхи Рахмане Рахим Бисмиллях Что Это Означает Здесь Вот Имам Зухайли Приводит Магна То есть Перевод Значение Его Потом Хукну Ибо Хукам Бисмиллях Потом Дальше Хальхия Аяту Минасура Является Ли Это Аятом Иссуры Или Нет Ихтеля Несколько Мнений Ученых Кто Что Говорит Какие Далили И Доводы По Этому Вопросу И Потом Мулях Хаза Как Заключение Значит Мы Все Это Будем Проходить На Следующей Встрече С Вами Большое Спасибо За то Что Вы Находите Время И Интересуетесь Тафсиром Священного Корана Либо Это Истинное Знание Ислама Пусть Будет Баракат И Милость Милосерие Всевышнего Аллаха Всем Братьям И Сестрам Мусульманам Ассаламу Алейкум Варахматуллahi Вабаракат Мусульманам Мусульманам